Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляем с сегодняшним праздником. Просим Божьего благословения на всех вас, не забывайте, что Господь Бог любит всех нас. И Слово Божие говорит, что дом моего Отца, есть дом молитвы для всех народов. Мы не можем разделять этого народа Божьего. Мы не можем сказать, какая нация у нас или язык. Каждый имеет право говорить на своем родном языке. Каждый имеет право молиться на своем родном языке. Служба в церкви должна идти по канонам, по правилам святых апостолов и святых отцов нашей церкви православной. А мы, несмотря на национальность, как мы разговариваем, на каком языке, мы все братья и сестры, и мы все дети Божьи. Нам не надо разделяться. Мы не политиканты. Мы люди верующие. А верующий народ всегда любит, прощает, помогает друг другу. Если ко мне пришел человек голодный, я не буду спросить его, какая нация у тебя. Я постараюсь не спросить даже, верит он или не верит в Бога. Я ему протяну кусочек хлеба и обниму. И я буду знать, что это мой брат пришел ко мне. И я готов помочь ему, кто бы он ни был. Потому что Господь сказал, не, Лина, не юдея, Господь не разделяет своих детей. И мы не имеем права, братья и сестры. У нас одна страна. Это Царство Божие. И там не будем разделяться ни по языкам. Там один язык будет уже. И там будет ангельский язык. И мы тогда будем понимать друг друга. И там будет только любовь. У кого ненависть, зло. У этих людей нет места на небесах. Там это не может жить. Как бы хотел Господь помочь этим людям. Люди не хотят. Давайте тогда будем прощать друг друга. Будем призывать всех людей земли. Чтобы они жили в мире. В любви. Я встречаюсь со всеми людьми. В каждой нации есть хорошие люди. Плохих я не знаю. Потому что я самый плохой. И если у меня эта темнота. И греховная. И все. Я самый плохой перед вами. То я не могу других осуждать. Я имею право только про себя говорить вам. А люди. Все люди земли. Это есть дети Божии. Господь сотворил. Кто-то познал Бога. Кто-то еще идет к Богу. Кто-то еще придет к Богу. И даже те, которые не верят. Которые не хрещеные еще. Они тоже придут с нами к Богу. Несмотря какая нация. Какая у него вера вспоминали сегодня. Мы должны помолиться. Чтоб люди познали истину Божию. Правую веру. Правую дорогу. Которую ведет к Царстве Божьем. Всех вас обнимаю, дорогие мои. Так легко с вами. Так хорошо. Сегодня у нас приехали со всей Украины. В эту ночь вы видели сколько людей было. И так хорошо было всем вместе. Так хочется всегда жить. Не надо говорить Запад или не знаю откуда. Или все западенцы. Нет. У нас одна держава. И Господь нам дал. Неньку Украину нашу. Она наша. Для утешения каждого из нас. И мы живем тут. И треба берегти ее. Любить. Шанувати треба. Потому что это наша. Господь нам дал Украину. Как и другим там людям. А мы не имеем право. Жить в вражде. И в злобе. Вот там есть дьявол. А где любовь. Прощение. Там есть вечность. Всех вас благословляю на обратный путь. Желаю всем ангела-хранителя. И не забывайте. Мама. Когда провожает. Она уже начинает ждать. Не бывает такое, что она проводила тебя куда-то там. Или в армию. Или на учебу. Или там на работу. Куда-то в другую страну. Не имеет значения. Она уже ждет. А нас смотрим, как ты идешь. И уже в сердце горит жажда о встрече. Снова хочет нас обнимать. Не забывайте про нас, что мы тоже так. Провожаем вас и смотрим, как вы уезжаете. Но так мы ждем всегда, чтобы вы приехали. Но в один день мы уже никуда не будем собираться. Там уже будет вечность. Будет Бог, Святая Троица, Матерь Божия, Ангелы Божии. А мы, грешные, будем радоваться и вечно поблагодарить Господу Богу за Его милость, за Его прощение. За то, что Он искупил род человеческий, проливая святую кровь на Христе Голгофе. Божьей помощи всем вам, дорогие братья и сестры. И всех с праздником. И с наступающим праздником. Спасибо Господь Богу всех вас. И любите, браты, конукли. Не смотрите, кто там бросил эти краски. Они сами на себя. Это их лицо. А наш Блаженнейший навсегда останется Блаженнейшим. Мы Его знаем и без этого. Без краски. Мы лучше знаем, кто Он такой. И без Него сегодня была бы беда в нашей Украине. Это человек любви. Человек, который не имеет зависть. Не имеет злобу в Нему. Нет вот этого. Мы стараемся жить так, как Он нас научил всегда. Но у нас не получается, потому что это единственные такие люди, которые Бог имеет на этой земле. Любите Его. И пока Он нам показывает дорогу, истинную дорогу в Царстве Божьем. Радуйтесь, что Господь помиловал нашу Украину, нашу державу. Славу через нашу блаженнейшего Онуфрия. Аминь.